Не отучает ли вера критически мыслить? Способность мыслить, исследовать, использовать методы дедукции, индукции, завешивать и делать выводы никаким образом не сокращается принадлежностью к вере православной, а, напротив, изощряется, поскольку разум, как одна из сил души, как раз и устанавливается в порядок тогда, когда душа получает исцеление от Господа для человека кающегося, для человека молящегося, понятным путем от самого Бога нисходящая премудрость просвещает и ум человека, и его волю укрепляет ко благу, и его чувства делает светлыми, освобождая от порабощенности мрачным страстям естество человеческое. Так что никаким образом вера, молитва, жизнь по вере, опыт духовной жизни не служат к потере рассудительности. Мало того, дар рассудительности в тех, кто достиг больших степеней христианского совершенства, считается главнейшим, на что указывает Писание многих святых отцов, да и сами наши великие учители и святители Вселенной, подобно Пречистой Деве Марии, по слову одного из греческих наставников, очистили свой ум, как она предоставила Богу свою Пречистую плоть для Бога воплощения, так они очистили и привели в совершенство свой ум, чтобы пришедший им и явившийся им Божьей благодати и их собственным опытом богообщения поделиться в тех словах, в тех определениях, которые мы с вами уже почитаем как исповедание веры нашей. Другое дело, что критика, критическое устроение души бывает иногда следствием глубокой поврежденности человека, его самолюбивого, ранимого характера, который все время проявляется в недовольстве. Так что не столько благоразумие, сколько капризы и страсти становятся причиной постоянного совопросничества, о котором сказал апостол, есть те, кто всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины, всегда критикуют и не насыщаются никакими ответами, потому что ими почти не интересуются, они больше проявляют свое недовольство, чем серьезно стремятся постигнуть закономерности и порядки окружающего их мира, не во всем их удовлетворяющего. Одного остроумного батюшку спросили, как с диссидентами, они вроде за правду боролись, неужели их в рай не возьмут, и пострадали они от властей. И он ответил, бывает так, что диссидента такое устроение, что ты его и в рай возьми, он и там будет диссидентом. То есть критическое состояние, какое-то беспокойство постоянное и недовольство, которым человек отравляет жизнь окружающих себя людей, бывает, врачуется только покаянием и благодатью Божией. И это критиканство становится для человека, ему подчиненного, каким-то мучением. Он не знает мира в сердце своем, он не знает покоя в мыслях своих, он своим критическим отношением ко всему приобретает только некоторые искривления на лице, и все саркастическое теряет друзей и людей, которые когда-то были ему близки, поскольку никому бывает неприятно присутствие человека язвительного, желчного, не умеющего придерживать язык за зубами, и тогда, когда не все тебе по нраву. Это очень важное свойство, на которое указывает святитель Феофан Затворник, учить себя не выражать недовольства. И лучшие христиане, которых я знаю, как раз для меня поводом особого удивления и примера, являются по причине способности не отзываться отрицательно тогда, как, кажется, есть за что услуживающих им или встречных ошибающихся в чем-то людей поправлять, наставлять, разбираться с ними. Вот вижу, что все-таки христианское совершенство проявляется в способности мирно воспринимать какие-то обстоятельства, недоразумевательные происходящие вокруг. Ну, это, конечно же, не касается тех, кто поставлены поддерживать порядок, доводить до сведения, например, учащихся истину в ее подлинном виде, в правильных формулировках. Там, конечно же, никто не освобождает ответственных лиц и наставников, и руководителей от этого самого критического подхода, которое, тем не менее, должно не переливаться в область гнева, не должна всякая отповедь или вразумление, критика или наставление произноситься из духа раздражительности. Еще античным мудрецам была эта открыта мысль о том, что даже Юпитер, сердящийся, неправ, поскольку теряет самообладание. Значит, его попытки навести порядок не будут плодотворны. И преподобный Иоанн Лесточник увещевает семь восьмых усилий при исполнении любого дела употребить на сохранение мирного духа. Тогда восьмой части будет достаточно для лучшего исполнения всякого дела, восьмой части усилий твоих. Поэтому будем, имея способность, да еще и изощренную свободой разума от лжи, изощренной способностью замечать исправные и неисправные в окружающих нас, да и в самих себя, и прилагая какие-то меры наведения порядка с помощью слов своих или засучив рукава, будем более всего при этом беречь свое сердечное расположение, чтобы не потерять мира в собственном сердце. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.